Так, всем привет, ребятам! Это Шахматный Феникс, и сегодня у нас на очереди новая рубрика. И как вы можете видеть по позиции на диаграмме, она будет освящена сицилианской защите. Нет, конечно же, это шутка. Ну и в целом, суть в том, что мы будем подбирать топ-10 или топ-5 комбинаций одного века. Ну и в качестве партии превью к этой рубрике мы выбрали, по словам Никиты Петрова, очень известную партию, хотя я вижу ее в первый раз, но все-таки впечатлен ее исходом. Ну и, собственно, давайте начнем мы с 19 века, потому что, немножко покопавшись в базе, мы поняли то, что раньше люди играли отвратительно. Должен сказать, что люди играют отвратительно и сейчас, и должен сказать, что это сама по себе, конечно, эта идея довольно спорная, и мы точно не сможем подобрать 10 комбинаций 20 века, так что 20 века и начало 21 я предлагаю поделить хотя бы по десятилетиям. Да, и мы абсолютно уверены в том, что эта рубрика растянется, и вам будет очень интересно смотреть. Ну и начнем мы, давайте, с 19 века, не будем мы лезть в дебри. Так, и, собственно, Никита Петров расскажет о шахматистах и о том, как они играли. Ну, как многие из наших зрителей знают, до самого конца 19 века никаких матчей первых фамира не проходило, никаких международных шахматных организаций, разумеется, не было. Более того, на тот момент, когда был сыгран в этой партии, даже до проведения первого международного турнира, оставалось еще 17 лет. Тем не менее, по мнению многих шахматных экспертов того времени и простых любителей, именно эти два шахматиста, Александр Макдоналл и Шар Луи де Лабардоне, соответственно, ирландец и француз, они являлись сильнейшими шахматистами того времени, опять же, неофициально. И, в общем, было установлено, что между ними будет проведен матч. И в итоге этот матч растянулся на неопределенное количество партий, на совершенно неопределенный срок, то есть они играли очень долго. И, в общем-то, перед началом матча Макдоналд считался явным фаворитом. Но в итоге, думаю, что, опять же, как многим из вас известно, Лабардоне выиграл с довольно-таки большим счетом, вообще показал на тот момент несколько иной уровень понимания шахмат. Вот, в частности, сицилианская защита впервые, ну, практически впервые начала применяться именно им. Ну, и вот в этой партии, которую вы сейчас видите, тоже была разыграна сицилианская защита и тот вариант, который сейчас носит имя Евгения Ильиновича Свешникова, именно ранняя Е5. Ну, и, конечно, у белых единственный принципальный ход здесь конь Б5, но тогда об этом никто не знал. Макдоналд взял на С6. Ну, и дальше шоколадисты играли, в общем-то, более-менее неплохо. Можно сказать, что Лабардоне играл в силу современного достаточно крепкого кандидата в Мастера, но Макдоналд взял в силу современного перворазрядника. В общем, так или иначе, партия продолжалась достаточно неспешно, черные явно понимали позицию лучше, то есть ход С4 производит, конечно, глядующее впечатление. Идея понятна, что белые хотят какой-то противовес поставить, слова можно перевести на С2 и установить какое-то подобие блокады, но ход довольно слабый. И, в общем, постепенно черные переигрывали своего соперника, пешечная маста в центре начала свое движение. Ну, показывая эту партию совершенно, конечно, не по той причине, что шоколадисты играли довольно плохо, а вот по причине того, что произошло дальше. Следите, как говорится, за черными пешками в центре. В это трудно поверить, но они смогут как-то просочить самим о всех белых фигур. Как-то произошло бы, увидите прямо сейчас. Ну вот, тут уже она одна стоит на F2 и это как-то печалит, что ли. Да, но черные уже сдали прямую угрозу, то есть на слон С8 последует Ферзь Е1 и на ферме Ф1 последует Ферзь Д1. Ну да. Черные побеждают, поэтому белые вы должны защищаться от этой угрозы, гадладей F1. Д3. Да, здесь тоже уже начинается больно, чуть-чуть. Да, ну пока висит ладья, у нее не так много полей, надо ее убирать. Ну и почему здесь? Слон Д7, ЦД. В общем, я уверен, что даже на этой стадии было допущено довольно предыдущное количество ошибок, но опять же мы показываем партию не совсем за этим. В белых одна проходная, она уже на седьмой горизонтале, но пока черные ее надежно блокируют. А вот белые с тринья проходными черных подобного сделать не могут. Д2 Ферзь Е1, ладья Ц1 единственный рот, Д2, ладья подбором. Ну белые еще сделали ход Ферзь Е5, видимо в надежде, что им земнут мат в один ход. Этого не случилось. Ну и теперь, вроде бы две проходные черных надежно заблокированы. Пешки Д2 и Р2 никуда не идут, но вот пешка Е имеет свое мнение на этот счет. И в общем, белые могут в этот момент взять этого Ферзя. И могут однообразно, путь этого черный собирается с следующим ходом своего Ферзя замуровать окончательно. Но не помогает. Ферзь С3 последний шанс. То есть на Е2 теперь уже можно взять. Можно взять. Ну да, больше боев. Не, погоди, а почему? А, если... А, ну да. Ферзь Еладья. Подоксинал, наверное, у черных хорошо, да? Ферзь Еладья и 1Т1 Ферзь. Да, хорошо, но... Абсолютно выигран. Лишний слон и выигранная позиция. А почему, собственно? Так, нельзя сыграть. Не кажется, что у белых ничего нет? Не, просто это выглядит очень дипматично, я тебя понимаю. Е2 это... Да, это заблевать свой Ферзь, это добавно. Ну, Ферзь, Ферзь, Д1, Д1, Е2 тоже производит хорошее эстетическое впечатление. Именно таким образом закончилась вот эта партия. Ну, действительно, уникальная партия, уникальная комбинация. И, собственно, постараемся мы придумать топ. Ну, каким образом это будет реализовано, пока не ясно. Но, в любом случае, мы ждем от вас партий. И, возможно, даже каких-то комментариев к ним. Собственно, мы будем рады вашей помощи к созданию этой рубрики. И, я надеюсь, она войдет в историю нашей группы ВКонтакте как одна из самых популярных и интересных. Да, ну, на этом всем спасибо за внимание и до новых встреч. Я считаю, что эта идея невыполнима. Спасибо. Спасибо. Спасибо.